Я попытаюсь подойти не к оценке, а к своему собственному мнению отношения этого доклада из своей текущей позиции Агентства по технологическому развитию, из позиции, как-никак, 15 лет в субъекте Российской Федерации, родном Калужской области. Я не знаю, как мне использовать этот доклад в выработке стратегии развития региона и в выработке оперативных решений. Не очень пока понятно, я сейчас объясню, почему. Можно сделать такой немножко противоречивый вывод, да, у нас там Самара отстаёт по отэкспорту от Татарстана, и поэтому Самара менее высокотехнологична. Да нет. И нам надо, чтобы Самара стала более высокотехнологичной, надо экспорты с Самары развивать. Да нет. Нам технологии надо развивать. Нам нужно развивать конкурентоспособные на российском и мировом уровне технологические решения, технологические компании. Поэтому в погоне за, соответственно, за повышением рейтинга и стимулированием экспорта я не получу высокотехнологичную структуру своей собственной региональной экономики. Может быть, я не очень правильно понял докладчиков, но мне кажется, здесь есть немножко, в общем-то, такой вопрос. Что не хватило? Невозможно тему технологии обсуждать, не прикасаясь к этим технологиям. Не рассматривая их в разрезе, и чем это более детальный разрез, тем больше полезности для субъекта Российской Федерации в использовании этого доклада в своего практических целях. Я попытаюсь пояснить сейчас свою мысль. Многие регионы Российской Федерации научились привлекать инвестиции. Строят индустриальные парки, особые экономические зоны и так далее, и так далее. Рейтинг соответствующих рейтинговит. Многие субъекты Российской Федерации создали инфраструктуру для развития инновационного бизнеса, инновационные территориальные кластеры, технопарки и так далее. Еще одна история. На первой истории в среднесрочной перспективе, наверное, уже много не заработаешь, потому что слишком большая конкуренция между регионами. Все уже научились, все внедрили лучшие практики, целевые модели, оси и так далее. На истории с малыми инновационными предприятиями, давайте посмотрим, сколько налогов платят резиденты подобного рода техниковнедренческих зон, технопарков в бюджеты субъектов Российской Федерации. По-прежнему это проценты, может быть, за исключением Татарстана и Новосибирска, где эта тема выдающимся образом развивается. Мы, как агентство по технологическому развитию, предлагаем посмотреть на регион чуть-чуть более детально. Это можно было бы не делать в хорошие времена, но чует мое сердце, что времена для регионов будут потихонечку-потихонечку ухудшаться. Как посмотреть на регионы? Посмотреть на них, как на концентрацию, как на кластеры технологических процессов, технологических компетенций, которые есть в субъекте Российской Федерации. Не смотреть на них, как на сборище предприятий. Не смотреть на них, ну, конечно, смотреть, но в втором порядке. Не смотреть на них, как на перечень отраслей, словно говоря, по классифицированному ПАКВЭДу. Посмотреть на те переделы, которые может делать субъект Российской Федерации. В данном случае он был приведен, например, с производством роботов. Да, конечно же, разработка роботов и сборка роботов – это технология. Но как таковая технология производства роботов распадается и на производство приводов, и редукторов, и контроллеров, и софта, и так далее, и так далее. И это все очень такие сложные, пересекающиеся вещи, которые на самом деле могут использовать не только в производстве роботов, но и в производстве приводов, например, для станков, станкостроения и так далее. То есть предложение и идея наша, и в том числе предложение в доклад, заключается в том, чтобы попытаться все-таки к технологиям отнестись в разрезе технологий. В ближайшее время с участием губернаторов и высокого руководства страны будут обсуждаться вопросы региональной промышленной политики. Мы туда погружаем идею, связанную с картированием на региональном уровне, с разработкой так называемых карт технологической компетенции, чтобы субъект Российской Федерации мог понять, ага, вот эти компетенции, эти переделы, у меня такой-то объем в деньгах, в металле, в сырье и так далее. Компетенции эти, эти технологии, эти техпроцессы у меня современные, устаревшие, на мировом уровне, на российском уровне. Таких-то компетенций, таких-то переделов не хватает. Это очень перекликается с историей с кластерами, с инновационно-территориальными кластерами, с промышленными кластерами. И мы рассчитываем, что, так скажем, получив соответствующее поручение руководства в отношении разработки подобного рода карт технологической компетенции, а результат каждой карты – это либо инвестиционный проект в отношении компетенции, который мы собираемся развивать, потому что у нас понятны объемные показатели по этому переделу. Приведу примеры, аэрокомпозит тот же самый в Ульяновской области реально позиционируется, как зачаток такого истории с технологическими компетенциями по производству композитов не только для... — Заканчиваю. И понимаем, что это сложно, понимаем, что ресурсов у субъектов Российской Федерации нет, поэтому Агентство по технологическому развитию в эту работу готово включаться. Идеи по КСР и готовы, в общем, к сотрудничеству с коллегами из регионов, потому что докручивать эту историю с картами технологической компетенции, как новое качество инвестиционных предложений для инвесторов, как новое качество конкуренции за инвесторов для регионов. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok